Ещё затемно на плацу 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошло построение личного состава. Здесь и те, кто выбрал армию местом работы по призванию, и те, кто пришёл отдать долг Родине. В рядах новобранцев ноябрьского призыва около 700 военнослужащих. Им ещё только предстоит освоить огневую, тактико-специальную и воздушно-десантную дисциплины. Командование и офицерский состав возлагают на этих ребят большие надежды. В этом году мы набрали большое количество новобранцев, порядка 700 человек. Военнослужащие сейчас проходят начальную военную подготовку, и уже с января месяца они пополнят ряды наших воинских частей и подразделений. В предстоящем году у нас планируются полевые выходы, огромное количество уже в декабре, где личный состав выходит на полевые выходы, и по март месяц исключительно это будут одни полевые выходы, где будут проводиться комплексные таксические занятия с боевой стрельбой отделений, с боевой стрельбой звонов, ротные комплексные таксические занятия, ротные учения. И венцом всей этой подготовки в первом полугодии будет бригадное таксическое учение под руководством командующего силами специальных операций. В первую очередь задача каждого военнослужащего – это защита Отечества. Это священный долг каждого мужчины. Поэтому Церковь всегда благословляла и благословляет на этот ратный подвиг. Тот учебный процесс, который сейчас начинается, – это замечательная школа мужества, которую могут пройти молодые люди для того, чтобы стать действительно настоящими защитниками своего Отечества. Тем более, что задачи перед ними поставлены большие, сложные задачи. Они служат в элитных войсках, это силы специальных операций, которые обычно выполняют задачи повышенной сложности. Новый учебный год обещает быть трудным, но интересным. В 38-й отдельной гвардейско-десантно-штурмовой бригаде созданы все условия, чтобы вновь прибывшие освоились на новом месте, нашли новых друзей и поставили перед собой четкие цели на будущее. А как иначе? Ведь армия – место настоящих мужчин. Честь и вера, сила, мужество и отвага – девиз 38-й бригады. И новобранцы понимают, что служба здесь – почетная миссия. Я рад, что я служу в воздушно-десантных войсках. Пока еще не доводилось прыгать с парашюта конкретно здесь, но скоро у нас будет военно-воздушная подготовка. Ожидаю в будущем, что я выйду отсюда с закаленным характером, потому что здесь очень прекрасные офицеры, которые знают свое дело, хорошие сержанты, которые могут обучить. От службы я ожидаю всего самого хорошего. У нас попался очень дружелюбный коллектив, также у нас очень хорошие сержанты, офицеры, которые в любой момент могут помочь, что-то подсказать. Я очень хочу добиться в этой части и показать очень большой прогресс в физической подготовке. Также очень интересно будет прыгнуть с парашюта. А в это время личный состав 111-й гвардейской артиллерийской бригады, а также 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы готовится к торжественному митингу и выносу знамени. Ряды этих воинских подразделений также пополнились новобранцами. И впереди их ждет насыщенный событиями и новыми знаниями год. Здесь они возмужают и под опытным руководством приобретут боевые навыки. Хочу пожелать не только вновь прибывшим всему личному составу в день начала боевой учебы, в первую очередь, крепчайшего здоровья, что на сегодняшний день очень актуально, успеха в боевой подготовке. Командирам, обучающим личный состав, воспитывать личный состав, профессиональную подготовку ковать. Ну и прийти уже к слаживанию дивизионов, к выполнению задач на учениях, слаженными, готовыми к выполнению задач по предназначению. На этот год спланировано два плановых полевых выхода. Один из них уже в феврале, в ближайшее время, будем грузиться на технику и совершать марш комбинированным способом на полигон 51-й бригады Осиповичской. В течение месяца выполняют задачи второй полевой выход спланирован на октябрь у нас. Ну и также масса других мероприятий, в которых мы будем принимать участие. Сегодня в вооруженных силах, и в частности в батальоне, происходит начало нового учебного года. Года непростого, интересного. Я думаю, что те военнослужащие, которые к нам прибыли, вновь прибывшие пополнение в количестве 18 человек, им будет интересно осваивать новую профессию, получать новые знания. Я думаю, что у них все получится. С такими командирами у этих военнослужащих точно все получится, в этом нет никаких сомнений. Тем более, что шли они сюда с позитивным настроем, за хорошей физической и военной подготовкой. И, похоже, ожидания их не подвели. В армии ожидания были больше позитивные, то есть все равно это попадание в русскую среду, в коллектив, то есть воспитание духа, товарищества и всего остального. Здесь мне нравится, мы здесь уже в течение 10 дней находимся, то есть все с ребятами там уже сдружились, радуемся, как бы никаких таких претензий или там каких-то разочарований нет, все нравится. У меня в планах быть водителем, заниматься техникой, также изучать все в будущем. Самочувствие хорошее, понятно, привыкаем потихоньку, будем стараться достигать каких-то целей, будем выполнять все поставленные задачи и стремиться к чему-то. Продолжение следует...